В 1912 году в окрестностях небольшого городка Пилдаун в Англии палеонтолог-любитель Чарльз Доусон обнаружил часть черепа, явно принадлежащего человеку. Отличие было лишь в том, что челюстная кость была похожа на челюсти обезьяны. Ученый был в восторге и сразу же устроил на месте раскопок фотосессию, дабы увековечить себя в истории и получить мировую славу. Найденный им череп так и окрестили по месту находки Пилдаунский человек. Впоследствии он выставлялся во всех музеях мира, как неопровержимое доказательство теории эволюции Дарвина. Находка обладала примечательными особенностями. Сам череп был довольно большим, но все же человеческим. А вот челюсть была на сто процентов идентична челюсти орангутана. На ней имелось два зуба, похожие на человеческие. Тогда эта находка была сенсационной. Они писали в газетах и широко обсуждали в научном мире. Для черепа Пилдаунского человека была даже придумана биологическая квалификация Иоантропус Доусени, а его возраст объявлен в минимум 500 тысяч лет. Ученые-эволюционисты находились просто в состоянии эйфории от данной находки. Радость не знала границ. Черепу посвящались научные статьи, различные доклады, было написано более 500 различных докторских диссертаций на тему Пилдаунского человека. Для крупнейших музеев мира было честью выставлять у себя данный экспонат. Но радость была недолгой. В 1949 году палеонтолог британского музея Кеннет Окли, эволюционисты, наверное, до сих пор его проклинают, опробовал новый метод определения возраста древних останков. Он брал пробы на содержание фтора у некоторых экспонатов музея и, естественно, не обошел стороной такую сенсационную находку. Результаты просто повергли ученого в шок. Исследования показали, что челюстная кость Пилдаунского человека не содержит фтора, а это значило, что кость пролежала в земле не более нескольких лет. А вот череп, судя по небольшому содержанию фтора, находился под землей все-таки дольше, но не 500 тысяч лет, а всего около сотни. Дальнейшие исследования подтвердили, что черепу действительно всего около сотни лет. Челюстная кость принадлежала Орангутангу, умершему примерно пару лет назад, а черепная коробка обычному человеку, умершему также не так давно. В 1953 году Джозеф Вайнер окончательно разнес эту фальсификацию в пух и прах. Оказалось, что зубы и вовсе были специально отшлифованы и подогнаны в зубные лунки, чтобы придать им человеческий вид. А вся эта в кавычках конструкция сверху была обработана дихроматом калия, чтобы придать древний вид. Удивлению Вайнера не было предела. Как столь явные следы фальсификации не были замечены и 40 с лишним лет эти в кавычках останки катались по всем музеям мира. Выходит, это было кому-то нужно. В 1922 году недалеко от Змеиной реки в штате Небраска был обнаружен коренной зуб, принадлежащий по всей видимости человеку. Как было в дальнейшем заявлено директором Американского музея истории природы, зуб принадлежал древнему человеку периода Плеоцена. Это эпоха неогенного периода, начавшаяся, как заявляют ученые, 5 миллионов лет назад и закончившаяся 2,5 миллиона лет назад. Далее, на основании одного единственного зуба ученые не просто выдвинули теорию, а с точностью заявили, что зуб принадлежал человеку-обезьяне, то есть промежуточной стадии между обезьяной и человеком. Также было заявлено, что якобы зуб имел общие характерные особенности обезьяны и человека, то есть пятикантропа. Останок, как вы могли уже догадаться, окрестили также по месту находки, человеком Небраска. Была также сразу же придумана биологическая квалификация, геспероптикус Гарольд Куки. На основе найденного зуба была сделана реконструкция целого черепа, а впоследствии и даже тело человека Небраски. Это уму непостижимо. Далее были сделаны рисунки человека Небраска в кругу семьи, а также в компании друзей. И это, напомню, по одному найденному зубу. Но и тут, увы, радость была недолгой. В 1927 году в том же самом месте были найдены другие части скелета, и они, мягко говоря, не совсем напоминали рисунки ученых. Оказалось, что зуб принадлежал вымершему виду американского кабана – проттенопсу. Это лишь два примера фальсификации переходных моделей эволюции человека. Для тех, кто говорит, что в музеях полно скелетов пятикантропов и так далее, хочу вас огорчить. Ни в одном музее мира нет не только промежуточных звеньев от обезьяны к человеку, но даже рыб, у которых медленно отваливались плавники, когда они выходили из воды на сушу. Все, что вы можете встретить, является просто предполагаемой реконструкцией, макетом, наглядным пособием теории эволюции. В музеях вообще выставлено много чего ненастоящего. Например, вот этот скелет кентавра. Снизу имеется даже табличка с рисунками кентавра при жизни. Или вот, например, скелет русалки. Также снизу соответствующая табличка. Скелет единорога. Есть еще вот такой скелет. Все якобы найденные останки пятикантропов – это не более чем бездоказательные домыслы дарвинистов. Ни одного целостного черепа, ни одной целостной косточки. Все когда-либо найденные останки во всех случаях всегда являлись просто набором костей, принадлежащих разным видам. Туда же относится и иванский человек, на которого молятся эволюционисты. В 1891 году на берегу реки Соло-Ривер была найдена верхняя часть черепной коробки, похожей на череп обезьяны. Никто не придал этой находке никакого значения. Но вот Эрнст Хеккель, профессор зоологии Ейнского университета, который собственно и предложил существование пятикантропа, заявил, что данный череп принадлежит именно пятикантропу. И это именно то недостающее звено. Сам череп был найден в огромной куче костей разных животных на острове Ява в Индонезии. Причем череп ничем не отличался от черепа обезьяны. В декабре того же года специалисты со всего мира собрались на заседание в Берлинском обществе антропологии, этнологии и древнейшей истории для обсуждения данной находки. Но президент общества и вовсе отказался председательствовать на данной встрече и заявил, что найденные кости черепа принадлежали животному, вроде гигантского гиббона. В общем, учеными так и не был определен статус находки и остается неопределенным по сей день. На мой взгляд, если бы на земле и существовали пятикантропы и другие переходные звенья от обезьяны к человеку, то их находили бы как минимум сотнями. Вам так не кажется? А тут ни одного. Ни одного из якобы существовавших звеньев. Лишь иногда всплывают то тут, то там часть черепа, кусок кости или другие фрагменты вообще непонятно какого существа. Да и те в итоге признают костями обезьян или каких-либо других животных. Мне вот интересно, их всех по мнению ученых полностью перемололо? Где хоть один целый череп или кость? Причем за сто лет они перерыли уже полмира в поисках подтверждения своей теории эволюции. Неужели ни у кого из них не возникнет ни тени сомнения в ошибочности данной теории? Ну а если рассматривать теорию эволюции с точки зрения микробиологии, белков и других жизненно важных для возникновения жизни микроэлементов, то сторонники антропогенеза просто начинают заикаться. Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...